Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к евреям Преруховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор третьей главы этого послания. Архиепископ Аверки Таушев пишет В третьей главе апостол говорит о превосходстве Господа Иисуса Христа перед вождем еврейского народа Моисея. Господь Иисус Христос выше Моисея прежде всего потому, что Он, Христос, есть устроитель дома. А Моисей только верный служитель в этом доме. «Под этим домом, разумеется, Ветхозаветная Церковь». Конец цитаты. Итак, в этой главе апостол применяет сказанное им в предыдущей главе о первосвященстве Христа. 1. Серьезно и страстно увещевает евреев, чтобы они постарались уразуметь этого великого перосвященника, явленного им. Это с 1 по 6. Затем добавляет несколько важных советов и предостережений. Об этом с 7 по 19. И первый отрывок с 1 по 6 в этих стихах делается применение изложенного в конце предыдущей главы учения относительно первосвященства Господа нашего Иисуса Христа. И мы читаем. Итак, братья святые. Писание очень смело называет всех крещенных христиан святыми. Как и в наше время, святое причастие предлагается нам со словами «святая святым», «но мы святы не от собственной жизни, а действием благодати». Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. То есть очень важно уразуметь его, понять его. В противном случае мы не будем иметь общение с ним, не зная его. Как блаженный Иероним писал, не знать Писания означает не знать Христа. Ибо способ познания его – это через его слово. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, то есть верен Бога Отцу, как и Моисей во всем доме Его, то есть во всем доме Божьем. Ранее апостол Павел сравнивал Христа с ангелами и показал преимущество Христа, величие Христа как Творца над своим творением, то есть над ангелами. Здесь, так как послание пишется к евреям, а евреи очень почитали боговица Моисея, проводится сравнение между Христом и Моисеем. «Ибо Он, то есть Христос, достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». То есть весь этот мир, он создан Христом, и, конечно, он имеет преимущество по праву Творца, ибо мир созидается Словом Божиим, божественными речениями. И в еврейском народе было такое расхожее выражение, что Бог создал мир десятью речениями. «И Моисей верен во всем доме его, то есть в доме Божьем, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как Сын в доме его, то есть в доме Бога Отца. Дом же его мы, то есть все верующие. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Преподобный Ефрем Сириан пишет, «Христос же не есть раб, подобно Моисею, но как Сын верен был не над внутренностью скиний, то есть внешней скиний, но над душами людей, ибо мы дом его, есть мы. Если только пребудем тверды в дерзновении своем и не постыдимся в славе надежды на него, ибо это есть страдание его». То есть нам надо до конца сохранять веру в него и не стыдиться, возвещать о нем. Протерей Иоанн Смолин, известный синодальный миссионер, конец XIX – начало XX века, пишет, «Правда, что мы дом Божий, но этот дом, состоящий из людей, верующих в Бога и уповающих на Него, столь обширен и велик, что заключает в себе не только нас, но всех ветхозаветных и всех новозаветных почитателей Бога истинного, и эти чтители Божия усердно посещали храмы рукотворенные». Конец цитаты. Здесь создается аллюзия. Да, и ветхозаветные люди, и новозаветные люди посещают храмы, но сами они есть храмы, ибо Бог обитает в душах наших. Затем апостол Павел добавляет несколько важных советов и предостережений. Это седьмого по девятнадцатый стих. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, то есть когда услышите Слово Божие, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет». Здесь говорится «в укор евреям», они сорок лет видели великие дела и чудеса Божьи, но не переставали искушать Бога, искушая боговица Моисея. «Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Здесь апостол Павел цитирует разные места Ветхого Завета, где Дух Святой изрекал о еврейском народе по плоти. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обостившись грехом». Действительно, пока у нас есть это ныне, то есть настоящий день, мы можем еще наставлять друг друга, но мы не уверены, что завтра мы будем иметь жизнь. «Ибо мы сделались причастниками Христу», продолжает апостол, «если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Действительно, это очень важно, начав течение веры, совершить его и сохранить до конца. Вот эти слова «мы сделались причастниками Христу», святитель Иоанн Златоуст поясняет, «ибо мы сделались причастниками Христу». Что значит «сделались причастниками Христу»? «Мы сделались», говорит, «причастными Ему, мы и Он стали одно. Он – голова, а мы – тело Его. Сонаследники и сателесники, мы одно тело с Ним, от плоти Его и от костей Его, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Что значит «начатую жизнь»? Господь здесь говорит о вере, «которую мы существуем и рождены, и сделались, так сказать, единым существом с Ним», то есть рождены свыше, в тот момент, когда уверовали. Далее «апостол внушает им надежду, ибо мы, – говорит, – «сделались причастниками Христу», как бы так говорит, «тот, кто столько возлюбил нас, удостоил нас таких благ, что сделал нас своим телом, не презрит погибающих». Как человек, если видит, что какой-то фрагмент его тела в опасном состоянии, там, гангрена на ноге, на руке, он не сразу идет на отсечение этой гангрены, он борется за сохранение этой части тела. Золотоуст продолжает. «По мысли, говорит, чего мы удостоились? Мы, Христос, едино. Мы же причащаемся Его тело и крови, и, как говорили еще древние-древние люди, это мы находим и в древних индийских ведах, человек есть то, что он ест. А коль мы вкушаем тело и крови, то мы и прилагаемся из состояния чад гнева в состоянии чад божьих». Золотоуст продолжает. «Не будем же питать неверие к нему». Здесь он, то есть Павел, опять намекает на то, что сказал в другом месте. «Если терпим, то с ним и царствовать будем». Это отсылка 2 к Тимофею, 2 глава, 12 стих. Это именно означает слова «сделались причастниками». То есть мы имеем участие в том, что принадлежит Христу. То есть Его жизнь становится нашей жизнью. Далее, вот эти слова, «Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца», в культурно-историческом комментарии предлагается такое объяснение. В Псалме говорится о том, что народ Божий может быть отлучен от Завета, если откажется строго следовать его предписаниям, условиям договора. Таким образом, автор послания подчеркивает, что они смогут попасть в Царство Христово, то есть уже христиане, только если сохранят стойкость вере до конца. И Ветхий Завет и Новый Завет обращает внимание на то, что некоторые хорошо начинают и плохо заканчивают. И вот во втором послании к Тимофею, 4 глава, 6 по 8 стих, апостол Павел пишет, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Поэтому ни один православный христианин не может сказать, что он спасен, потому что надо течение совершить, веру сохранить и тогда осознать, что нам готовится венец правды, который дает Господь, а не сами мы горделим решением воздвигаем его над своей головой. Далее, с 15 стиха и ниже, «Доколе говорится», то есть пока говорится, «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Вот многие отступники от веры, они именно ожесточились против слов Божьих, сначала они роптали на Бога, а потом отпали от Него. «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возраптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». Да, возраптали, но не все. Были те, которые не только вышли, но и вошли в землю обетованную. 17 по 19 стих. «На кого же негодовал Он, то есть Господь, 40 лет? Не на согрешающих ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как ни против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Неверие – это то, что препятствует нам сильнее всего обрести дар спасения. В послании к римлянам, 10 глава, 9-10 стих говорится о том, кто может спастись и кто точно спасается. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса, Господом, первое, второе, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Что значит «сердцем веруют к праведности»? Если ты поверил в Бога, ты начинаешь менять свою жизнь. Ты хочешь идти путем праведности. Ведь вера, прежде всего, есть осуществление ожидаемого, как в 11 главе послания к евреям пишет апостол Павел. То есть прежде всего действия. Блаженный Феодорит Кирский пишет, «Когда Бог повелевал идти в обетованную землю, они прикословили, отговариваясь страхом и силами врагов, за сието Бог всяческих, предал всех их поодиночке смерти в пустыне и вместо них вел детей их». Эти люди, они говорили, «Мы ляжем костями в пустыне, и дети наши лягут костями в пустыне». А Бог ответил, «Да, вы ляжете костями в пустыне, но дети ваши войдут в землю обетованную». Ибо таковых есть Царство Небесное, как учит Христос. Апостол, изложив сию важную мысль, чтобы устрашить евреев и заставить их ждать подданных надежд, начинает, наконец, речь о покое, научая, что пророк Давид из древней предвзвещал оной». То есть все мы должны войти в покой, который нам обещает Бог. В Ветхом Завете это обещание о обетованной земле, а в Новом Завете это нечто несравненно большее, когда Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это вечный покой жизни в Боге и с Богом, который, начавшись еще в этой временной жизни, не прекращается эпосе смерти. Итак, сегодня отцы и братья и сестры мы сделали обзор третьей главы послания к евреям первоверховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!